Знаешь, вегетарианцы это определенная субкультура. Ложусь спать через весы. Приготовить колбасу с туалетной бумаги. Не изъем, так по-наткуйся. Не хочу сейчас никого обидеть. Чаевые оставлял в том же супе. Бургера, бургер, 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 да. Сегодня у нас вечер поедания трупов. Друзья, всем привет. Это очередной выпуск программы «Время пить чай». У нас сегодня в гостях Андрей Бабаев, пищевой технолог, производитель бургеров. Очень интересный человек. Андрюха, привет. Привет, Людмила. Давай, пока я завариваю чаек, сразу первый вопрос. Пищевой технолог. Почему ты выбрал такую профессию? С чего вообще все началось у тебя? Наверное, если копнуть где-то в школьные годы, всегда мечтал быть коком на корабле. Почему-то мне представлялось это какой-то такой интересной профессией. Ты путешествуешь, готовишь, какие-то блюда придумаешь. Ну, соответственно, как бы коком стать не получилось. То есть не дошел я до этого дела. Ну, соответственно, всегда хотелось работать с продуктами питания. Ну, прям была у меня такая дикая мечта, вот что-то делать своими руками. Ну, соответственно, появилась такая ситуация. Пошел на фирму, которая занималась как раз добавками для колбас. Я потихоньку стал вникать в это дело, мне понравилось. Ну, и, соответственно, так пошла моя карьера технолога, началась. Ну, ты пошел учиться куда-то? Да, я пошел учиться. У меня два образования. Одно, скажем так, социологическое, а второе уже технологическое. Закончил два института. Один из них – это Одесская академия пищевых технологий. Я там отучился по специальности технолог по проробке мяса и мясопродуктов, мясных продуктов. Ну, соответственно, и дальше пошел-пошел работать, то есть. Ну, а первый опыт работы где ты работал? Чем ты занимался? Вот, первый опыт – я, с одной стороны, творческая личность. То есть, наша Николаевская творческая тусовка тех годов, как бы, это разные КВНы, разные мероприятия. Помогал детям. То есть, больше была работа с детьми, организация каких-то мероприятий, КВНы, концерты. Ну, вот, крутился в этом деле. Ну, после я понял, что в какой-то период я понял, что этим делом не заработаешь, как бы, и мне это неинтересно. То есть, как-то более основательное, и уже пошел в другую профессию. Ну, я имею в виду, а вот по этой профессии где ты начал работать в первую? Ну, вот, вот, специалист же, да, ты пошел. В любом бизнесе, да, в любом деле это как вот, там, допустим, тот, кто занимается землей, есть такие вот фирмы, которые продают удобрения, да, но о них никто не знает, но это кто-то делает. Для производства мясопродуктов есть фирмы, которые продают специи. То есть, эти специи ты не купишь, просто в любом супермаркете это специальные специи, которые добавляются там, ну, добавляются согласно технологическим инструкциям. Просто обычному человеку их не продашь, потому что маленькие дозировки. И вот есть такие фирмы, которые продают эти специи, продают колбасные цеха, мясоперерабатывающие цеха. И для того, чтобы правильно продать эту специю, рассказать, как она работает, нужны технологи, которые приезжают на завод уже в зависимости от цели и задачи, которые ставит производитель. Мы разрабатываем те или иные продукты с определенной себестоимостью, применяя специи и добавки, которые мы продаем. Ну, и вот моя первая работа была технолог-консультант по продаже пищевых добавок. А уже после этого я пошел работать на завод. Ну, и после этого было уже много заводов различных, на которых я работал от технолога. Это была моя первая должность. То должность главного технолога – это управление коллективом более 300 человек. Ну, это с мясом все связано? Это все связано с мясом, да. То есть, примерно за это время я отработал на где-то 5-6 заводах. То есть, довольно-таки крупных, с большим тоннажом. Ну, то есть, и в подчинении было, как бы, ну, разное количество персонала. Прикольно. Да. А как тогда в твою вот эту деятельность попала СТБ и передача? Ты вел передачу на СТБ, правильно? Ну, я был… Меня пригласили в передачу. Это был 2012 год. Да, отлично. Вот, знаешь, как пищевой технолог я могу оценить чай. Ну, я знаю, что у тебя в городе самый лучший чай. Ну, не понаслышке, конечно. Ну, я тебе могу сказать из опыта по чаю. Я общался с технологами, которые у нас в Украине работают на заводе по производству чая. То есть, конечно, это не этот чай, который ты продаешь, которым ты занимаешься. Там совершенно другой чай. Это чай третьего сорта, который продается в пакетиках. То есть, чем дешевле торговая марка, тем дешевле чай, который туда входит. То есть, соответственно, после того, как просеивают вот такой чай крупнолиствой, у тебя остается всякая шелуха, всякий мусор. Его, ну, грубо говоря, заметают, да, и потом все это везется на кораблях сюда, в больших паках к нам. Порой чай бывает очень плохого качества, потому что во время транспортировки в кораблях за счет влажности и неправильной упаковки может портиться и приезжать там чуть ли не как бы испорченные с плесенью продукты. Здесь просушивают, мешают с какими-то травами и делают самые-самые дешевые чай. Ну, это... Я думаю, ты об этом знаешь, но это чисто так. Даже хороший чай можно неправильно транспортировать и испортить. Ну, это я знаю не понаслышке, когда шел корабль с там вагонами чая, он испортился, но тем не менее уже он из Индии вышел, пошел в Украину. Надо было что-то с ним делать, и я знаю, что так делать. Поэтому надо пить хороший чай. Программа, что ты там рассказывал и вообще... Программа, это был 2012 год, мой знакомый хороший, был директором этой передачи. Позвонил, говорит, мы запускаем передачу, как любой проект это всегда тяжело, то есть, ну, говорит, нужна твоя помощь профессиональная, то есть мы хотим что-то рассказать о колбасе. Не мог бы ты нам подсказать, написать сценарий, ну, допустим, помочь как-то сдвинуться в этом вопросе. Одна из рубрик будет выбор продуктов питания. То есть там было очень много рубрик различных, там, красота здоровья, спорт, психология и вот выбор продуктов питания. Ну, как бы не помочь, и интересно все-таки поехать на большой национальный телеканал, посмотреть, как все изнутри устроено, то есть, как там работают люди, как все коммуницируют. Меня пригласили, значит, написали интересную рубрику совместно с журналистом. Как бы рубрика должна цеплять. Ну, то есть, это первая передача, должно что-то цеплять, то есть, была такая идея, но действительно не идея, это я проверял, приготовить колбасу с туалетной бумаги. Ну, то есть, в определенных процентах в разные мясопродукты добавляется клетчатка. Ну, то есть, мы все знаем, что дорогая туалетная бумага, ну, возьмем хорошую, допустим, да, то есть, не будем брать ту, которая уже не является туалетной бумагой, допустим, а белого цвета свинец, да, свинец прикладываем. Ну, потому что, знаешь, иногда туалетную бумагу разворачиваешь, там можно еще прочитать какие-то старые новости. Там бывают буковки видны от переработанных газет. Вот, если мы возьмем хорошую туалетную бумагу, она по своему составу, то есть, сделана из клетчатки, из той, которая добавляется в мясные продукты. И, соответственно, была идея такая, сделать этот продукт, добавить туда вместо клетчатки просто туалетную бумагу, и у нас это получилось, как бы мы показали это зрителям, то есть, это произвело, так называемый, на большом телевидении вау-эффект, то есть, на крупном телевидении, на большом, все делается для того, чтобы вызвать какой-то резонанс, то ли хороший, то ли плохой у публики, то есть, там... Главная реакция, что... Да, там называется вау-эффект, как бы, да, то есть, вот мы произвели такой эффект, как бы, народ не поверил, что мы сделали колбасу из... То ли вот этой бумаги... Да, но, тем не менее, как бы, даже удалось нам зал накормить, как бы, люди были, ну, скажем так, обижены, что мы накормили их, но, тем не менее, и они ничего не поняли, да, как это так, селят эту бумагу. В общем, сняли ту первую рубрику, и потом они сказали, эта рубрика как бы пошла, как бы нам интересно, давай снимем еще одну рубрику, что там есть, какие есть идеи, что ты еще знаешь. Следующая рубрика у нас была, как выбрать правильно рыбу копченую, вроде-то про жидкий дым, как обрабатывают вот искусственно рыбу и рыбные продукты. Сняли эту рубрику, то есть, рубрика пошла. На телеканалах есть понятие, как рейтинги, то есть, есть понятие people-meter, когда люди разных... люди разных... социальных слоев, да, то есть, оценивают передачу, оценивают, как бы, каждого из участников этой передачи. То есть, были неплохие рейтинги. Мне предложили, подписали контракт, предложили дальше работать, как бы, в этой передаче в роли, как бы, пищевого технолога, рассказывать и показывать, как делаются продукты, из чего и как правильно их выбрать. То есть, вот, ну и, соответственно, так и пошел, как бы, путь вот, работать на телевидении. Отработал я около семи лет. И, да, и сняли более ста передач. Это было отснято более ста передач. Но в тот период, когда ты этим занимался, ты ничего не производил, да, как... Нет, я тогда параллельно работал, да, и параллельно работал на предприятии, и параллельно занимался вот телевидением. Семь лет ты проработал. Да, проработал там семь лет, то есть, знаешь, первые, наверное, годы, первый год, наверное, два, я практически там, практически жил на студии. Ну, потому что съемка, то есть, в один день снимается там три, четыре, пять передач. Да, то есть, ты... В студии люди сидят? Да, да, они снимаются там на месяц, то есть, приглашаются люди, они снимаются, как бы, передачи там на неделю, на месяц снимаются выпусков, соответственно, то есть, была очень там большая нагрузка. Ну, дальше потом было у нас уже там два человека по выбору продуктов, ну, уже она была... Ну, как бы, любая передача, то есть, если она имеет семилетний цикл, она должна все равно как-то трансформироваться, потому что, ну, как бы, людям надоедает немного, то есть, за какой-то период. И, соответственно, что-то менялось, какие-то новые уже там идеи придумывали, снимали разные продукты, как бы, ездили по разным предприятиям, то есть, видели там вживую, как делаются разные продукты, ну, то есть, вот, в принципе, такой вот был интересный опыт. А сколько туалетной бумаги было в процентном соотношении к мясу? Ну, я, значит, примерно в процентном соотношении к мясу, сейчас скажу, это было, если в сухом виде, это около 3%. Ну, потому что, в любом случае, то есть, у любого продукта есть своя норма, дозировка выше которой, даже если ты возьмешь клетчатку нормальную, правильно, она будет чувствоваться уже в колбасе, там, в продукте, да, но, соответственно, она, как бы, оводняется, гидратируется, и в гидротированном виде это получилось где-то около 10%. Ну, то есть, если бумагу намочишь водой, она впитает, правильно, вода. Ну, вот, называется гидротация, вот, около этого процента. Дальше ты перемешиваешь ее с мясом, и я даю 100%, что ты не поймешь, никто не догадается. Это действительно интересно, как бы было. Давай начнем тогда, поговорим о бургерах, потому что тебя, я знаю, ну, как человека, который занимается бургерами, занимается американским бургером, и мне интересен именно твой интерес к американской культуре, наверное. Почему вот твой выбор пал туда, твой взгляд, почему именно этот продукт, как американский фастфуд? Да, ну, это тоже начиналось довольно-таки давно. Это знакомый был один, он в Николаеве открыл, там, первую бургерную, небольшую, но это было тоже давным-давно, не хочется конкретные имена называть, какие-то, да, но, как бы, он пришел, говорит, сделай мне бургеры. Я, говорит, не хочется мне их делать, то есть, вот, просто, говорит, ну, не хочу, некогда крутить, сможешь сделать. Я говорю, ну, давай сделаем. Почему нет? Ну, взялся, сделал бургеры, тогда еще вообще, наверное, таких заготовков, полуфабрикатах, ну, как бы, ну, они были, может быть, но культуры этой не было. То есть, культура, был только Макдональдс, и, в принципе, и все. А когда уже появляется в доступе, есть нормальная логистика доставки, там, картофеля, булок нормальных, сыров, то есть, начинает уже разрастаться тогда, то есть, тебе удобно, были какие-то, может, крафтовые бургерные, да, то есть, когда сами выпекали булку, делали котлету, все делали, как бы, у себя где-то на коленке, но, чтобы развиваться, это неудобно, да, то есть, все хотят запускать франшизы, все хотят, там, продавать какие-то свои идеи, и, соответственно, в момент, когда уже пошла логистика каких-то сопутствующих товаров для фастфода, котлеты для бургеров, в этот момент мы стали делать, как бы, котлеты для бургеров, стали их предлагать, там, кафе, ресторанам, ну, и с этого момента, то есть, повезло, зацепились, как бы, за это дело, и потом, ну, стало очень интересно, как бы, в этом деле, дальше развиваться, ну, и, соответственно, вот, уже, там, более 10 лет я этим занимаюсь, как бы, развиваемся, делаем постоянно какие-то интересные продукты, понятно, что не все продукты доходят до потребителя, потому что, к некоторым продуктам, просто люди еще не готовы, они не понимают, что это, там, ну, можно покупать, надо покупать, что будет пользоваться спросом, но, тем не менее, как бы, отработанный, как бы, запас, каких-то, там, технологических решений, рецептур, он, он уже, как бы, есть, и в любой момент, когда, вот, рынок будет к этому готов, мы готовы, это, продавать, делать, производить, ну, и, соответственно, наверное, правильный бургер, если копнуть в историю бургера, это все-таки Америка, да, то есть немцы вроде как в гамбургер, там, где-то что-то придумали, эту котлету, но популяризировали, и вывели, такой, в массовый, ну, придали ему весомый, наверное, формат в мире, это все-таки Американцы, ну, и, вот, если посмотреть, допустим, ну, старые, вот, винтажные фотографии, какие-то кафе, то есть, вот у них эта культура, семейность, я не знаю, что ли, да, вот семья, как бы, друзья, там, еда, она их объединяет, и, соответственно, ну, это круто, это интересно, и вот, как бы, вот, по такой теме, мне тоже интересно развиваться. Бургер Кока-Кола, да? Бургер Кока-Кола, да, вот, приедешь ты ко мне в гости, да, вот, ну, не пельменями же угостить, не борщом, бургер это всегда, то есть, такое, знаешь, как, интересное времяпрепровождение, то есть, можно его приготовить вместе, да, пока ты готовишь, можно выпить по бутылочке пива, можно о чем-то пообщаться, то есть, и потом вместе съесть этот продукт, да, и приготовить еще, то есть, это такой процесс во времени. У тебя же в бургерах котлету ты разрабатывал сам, да, правильно? Рецептура твоя. Да, рецептура и технология, она у нас, как бы, уникальная, она готовится по технологиям, в принципе, классических американских фастфудов, то есть, котлет, как бы, много, да, но если, там, возьмешь нашу котлету, она и по виду, и по стилю такая, как, вот, конкретно идет, допустим, в Макдональдсе, такого, примерно, формата, как, ну, вот, если ты возьмешь, сам дома приготовишь котлету, возьмешь нашу котлету, то явно поймут, что вот этот готовил завод, а вот это готовили руками, да, то есть, потому что отличия разные технологические, то есть, первое, мы готовим котлету, которая будет быстро приготовляться на, ну, в ресторане, в кафе, то есть, потому что, если ты возьмешь, там, большую домашнюю котлету, ее будет очень тяжело прожарить, она будет, там, допустим, высокая, там, ну, есть свои нюансы, Задача такая, чтобы быстро приготовить, быстро сделать бургер, быстро накормить людей. В принципе, по такой технологии мы работаем. То есть, наш продукт готовится максимально быстро и удобно. А на чём ты делаешь эту котлету? Это же тоже какое-то специальное оборудование? Да, это всё... Амерюканское какое-то. Да, это всё... Как это вообще? Как ты это сооружал? Слушай, ну... Ты же не на заводе это сейчас всё делаешь, а там где-то, правильно? Интересная была история. Мы когда покупали свой первый станок, у меня есть даже фотография. Этот станок готовил бургеры для военно-воздушного флота США. Прямо шильдиком. Такой именно классический станок. Он там 76-го или там 80-го года ещё там разработки. И вот мы первый раз, когда его взяли, он приехал. И там действительно такая ВМС США, как бы, ну, крутая-крутая как бы машина. И в принципе, вот первые бургеры мы готовили на этой машине. Ну, это было так раритетно, по-настоящему. Именно вот было... Бургеры были пропитаны духами на настоящей Америке. Конечно, это круто как бы было. То есть, да, завезли из Америки оборудование. И вот на нём стали как бы готовить. Ну, а оно всё такое винтажное, старое или сейчас уже, ну, всё современное? Нет, сейчас, то есть, у нас, ну, довольно-таки много оборудования. Есть винтажное, старое, да, по парочку, так, на всякий случай. Каждый станок, он готовит свой вид котлет. И, соответственно, то есть, какие-то виды котлеты мы готовим на одних станках, какие-то виды, там, готовим на других станках. Ну, когда вы брали, например, винтажное, я к чему веду? Я просто помню в разговорах с тобой, что ты рассказывал, когда там купили, например, станок, но там что-то в нём вот не доделано или не доработано со стариной, и ты всё это дорабатывал сам, правильно? Да, дорабатывали. Ну, конечно, в любом случае, американское оборудование и наше оборудование — это два разных оборудования. Потому что метрика, допустим, там, болтов, гаек совершенно другая. Электрические части совершенно другие. Америка, она вся работает на 125 вольт, допустим, мы работаем 220 вольт. И, получается, те моторы, которые стоят у них, они к нам не подходят. Там какие-то те болты, гайки или какие-то там втулки, которые у них есть, они к нам не подходят. И, соответственно, всё это приходилось там разбирать, перетачивать, делать как бы для нас, ну, для нашего рынка, чтобы его было легко обслуживать. Ну, и тем самым как бы мы его модернизировали, переделывали, и после этого уже как бы запускали станок. Плюс такая ещё штука, что любая американская деталь, она стоит в долларах. Любая деталь, сделанная кулибином в гараже, она стоит в гривнах и стоит недорого. То есть мы-то искали какой-то маленький подшипник или маленькую втулочку, смотришь, стоит там 50-90 долларов. Ну, блин, ну жалко, конечно. Раз пришли, померили, у нас можем взять, можем взять. Сколько стоит там? Ну, 100 гривен. Ну, соответственно, как бы, вот и хорошо, что можно из американских запчастей найти аналоги у нас уже выточены в гараже. Ну, и такие вот эти старые, который в МС США, он у тебя ещё рабочий? Да, он рабочий, он законсервированный, то есть, но когда надо, то есть конкретно. Вот если будет большая компания, допустим, можно его взять, принести там домой, поставить куда-нибудь. Или если будет какой-то там крутой, допустим, когда-нибудь, вот мечта там, фестиваль, взять бургеров, можно прямо его ставить где-нибудь вот среди людей, кидать туда фарш, он будет прямо вот делать котлету, его можно будет жарить именно вот с таким вот крутым американским стилем. Охрененно. Смотри, чтобы влюбиться в американский бургер, ты, наверное, пробовал бургеры в разных странах? Да, да. То есть, не для того, чтобы влюбиться, я просто знаю, что ты катаешься и ты пробуешь бургеры. И вот мне интересно вообще, сколько ты объездил и где ты ел бургеры? Ну, в Америке мне там побывать не удалось, к сожалению, хотелось бы, да, но не было. Ну, в Европе, в каждой стране, где я был, конечно, первое, что я пробовал, это бургер везде. Ты въезжаешь и первым делом… Я ищу, да, где бургерные, причем я могу вот ходить по торговому центру, там будет пять бургерных, я пробую все пять бургеров, ну… Целиком съедаешь или так? Нет, целиком, конечно, я не съем, но не съем, так по нотку себе, как бы, то есть, кусками… Ну, хотя бы понимать… Меня самое главное интересует такая котлета, да, то есть, кто, что еще делает. То есть, даже однажды вот в Диснейленде тоже пробовал бургер тот, который там готовят, ну, как бы, мы не хуже. То есть, мы готовим практически тот же продукт. Вот я готовлю продукты и всегда сравню их с чем-то, да, это там Макдональдс, это Бургер Кинг, это Венстей, это, допустим, там те же там KFC какие-то продукты делают. И вот, ну, разные бургерные, в которых мы как бы бывали, пробовали, ну, как бы, стараюсь держаться на уровне. А также много в Европе крафтовых бургерных, ну, там уже совершенно другой подход к делу. Есть, которые работают на заводских продуктах, видно по котлетам, да, есть, которые работают на созревшем мясе, то есть, ну, как бы, тема созревшего мяса. В Европе просто подход, вот, допустим, к мясу, да, он совершенно другой, нежели у нас. То есть, у них давным-давно уже есть эти, там, породы быков, Татьян Гулстон и все остальное. Ну, это, ну, вот, у них это давно все есть, и они из этого как бы бургеры готовят в первую очередь. У нас, то есть, это мясо довольно-таки дорогое, и могут, там, не все себе позволить. Только вот сейчас, там, в супермаркете, наверное, год назад, полтора, у нас стало появляться что-то подобное. До этого ничего подобного не было, потому что просто люди не готовы к этим ценам платить, допустим, там, более 200 гривен за килограмм за котлету. Сейчас, как бы, уже это набирает популярность, и народ готов уже, как бы, платить все-таки деньги за качественные продукты. Раньше за, когда ты говоришь, там, цена, допустим, там, 80 гривен, там, килограмм, или, там, 100 гривен, килограмм, все говорили, нет, нам такое не надо, мы хотим 30-40 гривен, килограмм. Вот, соответственно, приходилось, там, работать в этом рынке. Когда народ сейчас, как бы, готов к чему-то другому, ну, ты уже видишь, что люди готовы, готовы платить деньги, и можно продавать какие-то другие продукты. То есть в Европе изначально, как бы, они привыкли кушать вкусно, они невкусно не кушают, не едят, потому что это, как бы, даже запрещено законом, да, там, работать с теми, работать с теми какими-то частями, там, мяса, или какими-то вещами, которые разрешены у нас, у них это вообще запрещено. То есть, допустим, вот у нас многие работают, и у нас это популярная тема, там, мясомеханической обвалки, да, допустим, которая давится, там, через сепаратор кости, и вот эта мясная масса, она используется в продукты, это, там, 80% заводов этим пользуются. То в Европе есть даже определенные директивы, которые запрещают использовать продукт, эти продукты в производстве пищевых продуктов, потому что, то есть это, там, строго запрещено, это, как бы, нельзя, там, или не более, они используются в специальных продуктах, либо же не более, там, допустим, 3-5%, но ты должен прям жирными буквами это написать, что ты используешь какое-то такое сырье, из него, как бы, делать ты продукты не можешь. У нас до недавнего времени многие заводы пользовались в основном этими продуктами, но сейчас вроде как законодательство пытают менять, чтобы быть более, там, открытыми к потребителю, писать больше информации на этикетке, чтобы ты мог понимать, то есть, хочешь ты это покупать или не хочешь ты это покупать. Ну, вот, как-то мы немного меняемся, трансформируемся сейчас, может быть, через пару лет у нас все будет тоже хорошо в продуктах питания. Пока, как бы, все очень, так, на кривой ноге стоит. А ты, когда надкусываешь бургер, ты сразу понимаешь, из чего он сделан, да, какое-то мясо, сколько там чего добавлено, как пищевой технологии? Да, я вообще, то есть, за время работы уже так вкус поменялся, то есть, я не только бургер кусаю, я кусаю колбасу, я ем майонез, я в любом ресторане, как бы, ем, я понимаю, из чего это готовится, то есть, где, как бы, сэкономили и как сэкономили, то есть, я, как бы, знаешь, мне, наверное, было много раз, но я не скрываю, то есть, я в каком-то плане очень резкий и принципиальный человек, и в разных ресторанах, то есть, там, по Украине, где я катался и ел, летали просто тарелки, ну, то есть, действительно летали тарелки или, как бы, я какие-то вещи такие делал, там, чаевые оставлял в том же супе, в котором, ну, платил, как бы, за суп, который мне не понравился и просто оставлял деньги в супе, допустим, да, ну, показывая, как бы, ну, своё недовольство этим продуктом, потому что, когда ты приезжаешь в какой-то, допустим, по Киевской трассе есть, там, очень модное кафе недалеко от Киева, и вот у них какой-то был, помню, салат. Читаю состав, там, ветчина, копчёное какое-то мясо, копчёное по их, там, какой-то домашней технологии, солёные огурцы, там, корнюшоны, ну, что-то такое было расписано, приносят совершенно другой салат, там, какие-то свежие огурцы, какой-то кусок какой-то колбасы отваренной, говорю, ну, а почему вы принесли, там, это, допустим, а не это, да, к примеру? Ой, типа, мы перепутали, у нас нет этих ингредиентов, хотя это кафе, ну, довольно-таки с высоким уровнем, ну, соответственно, как бы, состоялся такой диалог, то есть, я им, как бы, в резкой форме всё это высказал, не заплатил, ну, соответственно, за всю еду, которую, как бы, ну, ели, да, и уехался спокойно. Плюс ещё дали в подарок вкусный десерт. А тебе тяжело, наверное, покупать, получается, продукты вообще в магазинах? Как ты вообще, вот, выбираешь продукты? Ну, я, да, пытаюсь, там, в некоторых продуктах пытаюсь себя ограничивать, да, то есть, ну, понимая, там, из чего они, там, состоят эти продукты, допустим, там, те же самые колбасы, вроде как и вкусно, да, но в одно время, как бы, грустно, потому что я помню, когда в Германию приехал, и что там есть, там, специфическая кухня, то есть, первое, что можно съесть, это такой хот-дог, сосиску, то есть, мы как-то переели этих сосисок за три дня, у нас потом просто болели, ну, желудки, то есть, ну, а почему болит, то есть, ну, если так копнуться уже, да, то есть, у нас желудок – это кислота, ну, соляная кислота, а колбаса – это щёлочь, то есть, ну, теоретически, то есть, потому что в неё входят фосфат, и мясо, оно имеет более высокий pH, там, как бы, кислотность, чем всё остальное. Когда ты ешь, твой желудок привык есть кислая, ну, там, кислота, да, ты ешь щелочное, у тебя, как бы, нарушается, нарушается кислотно-щелочной баланс, и, соответственно, ты становишь себя чувствовать, как бы, ну, довольно-таки нехорошо. И во многие мясопродукты входит, там, большое количество, там, фосфатов, ну, как, это, как, часть стирального пороша, которые повышают pH, которые помогают связывать воду, да. Но, опять же, я не хочу сейчас никого обидеть, потому что мне потом будет в лицо плевать, скажет, что ты, там, поставил сейчас, как, под угрозу всю, там, мясную и колбасную отрасль, или нет. Действительно, не так каждый. Просто мы должны понимать, что убивает не вещество, а количество съеденного продукта, да, можно и сахаром объесться, и солью объесться, там, можно и чипсами, да, всё должно быть в балансе, то есть, как бы, и есть определённые нормы по питанию, которым, ну, можно открыть эту книгу, посмотреть, что, как бы, надо есть, как бы, если, ну, ты не знаешь, что есть. Соответственно, ну, вот, ну, я не буду только говорить, там, за колбасу, да, можно так же сказать, и за рыбу, которая там попчёная, в которой много каких-то веществ, которые наш организм не переваривает. Много продуктов пытаемся покупать всё-таки деревенских, ну, выбирать мясо, то есть, у тех людей, которые знаем. Ну, я думаю, что, чем хорош, там, наш город, да, то есть, наверное, отдельно поговорим об этом, то есть, что у каждого уже за время, там, жизни образовались какие-то свои контакты, и ты можешь, там, знать, там, пару бабушек в деревне, у них заказывать какие-то мясо, овощи. То есть, это довольно-таки удобно сейчас, ну, все, как бы, двинулись в эту тему, там, сельского хозяйства покупать. Но в супермаркете, конечно, как и все, я покупаю продукты, ну, у меня рацион более-менее сбалансированный, то есть, я для себя уже решил, что я, как бы, ем, что я не ем, как я питаюсь, то есть, там, чётко, отработанный уже завтрак, обед, ужин, ну, понятно, не без того. Колбасу покупаю определённый торговый маркет, то есть, ем моё нечасто пельмени, ну, благо, сами делаем, как бы, вареники, то есть, ну, все остальные продукты, всё-таки стараюсь, ну, себя ограничивать, потому что, то есть, ну, я уже для себя сделал выводы, что главное, там, определённые виды продуктов не передать, потому что на меня они, как бы, не очень хорошо влияют. А по поводу бургеров, сейчас просто нас посмотрят, послушают, на подкасте нас тоже слушают, насколько полезно есть бургеры тоже, там, может, жирные, там, ещё что-то, что ты можешь сказать? Ну, конечно, бургеры, это, мы должны сразу понимать, что бургеры, это фастфуд, ну, это, как бы, то есть, едая бургер, мы удовлетворяем свою зону удовольствия, да, наверное, удовлетворять свою зону удовольствия, это не всегда полезно, да, то есть, ну, наверное, чтобы было полезно, это, как бы, то есть, наверное, то, что мы делаем пользу для себя, это всё-таки очень тяжело, да, то есть, заниматься спортом на себя заставить, там, какие-то делать определённые правильные вещи, всё это тяжело, а удовольствие, то есть, ну, это как выпить кофе, так и съесть бургер, мне кажется, но бургерами мы питаться не можем постоянно, то есть, ну, раз в неделю, там, два раза в неделю можно, в принципе, съесть один бургер, классный, хороший, тот, который ты захочешь, и, как бы, я думаю, этого достаточно. Ну, есть любители, которые просто в Магдональдсе питаются, я знаю людей, которые, там, с утра до вечера могут, вот, допустим, питаться в Магдональдсе, я когда пробовал, пару раз, когда был в командировках, ну, на меня это, как бы, ну, мне от этого нехорошо, то есть, жук так болит и разные другие побочные эффекты, но, в принципе, то есть, мы продаём, допустим, боксы, котлета, болка и другие составляющие, и для чего мы это делаем, то есть, если ты уже переел бургеры везде, где только можно, да, переесть, и у тебя есть какие-то фантазии, идеи, что вот ты хочешь именно сделать вот такой вот бургер, там, трёхэтажный, с пятью сырами, там, с кучей соуса, один раз, там, в месяц есть такой продукт, то, в принципе, вот можно сделать это самому и удалить свои бургерные потребности. Это мы уже перескочили на другую тему немножко, смотри, тогда получается ещё такой вопросик, кто твои клиенты, потому что мы сейчас разговариваем о котлете для бургеров, ну и получается, что ты не производишь бургеры, то есть, ты производишь ингредиенты для бургеров, да? Да, да. Занимаешься этим не розничной торговлей? Нет, мы по-разному продаём, то есть, мы можем продавать как оптом, так и розницей, то есть, если там захочешь, ты пять котлет, скажешь, мне надо пять котлет, ну, зафасуем и в районе города привезём тебе пять котлет, ну, это, как бы, не проблема, то есть, а также какие-то там есть заказы, какие-то кафе, ресторанчики заказывают, ну, тоже им удобно. Николаевский или дальше? Ну, в принципе, есть и Николаев, и за Николаевым. Есть, да? Да, небольшой. То есть, есть постоянные клиенты, которые там какие-то заведения, которые берут котлеты и делают бургеры? Да, да, которым просто удобно, да, то есть, потому что, это, чтобы в кафе, в ресторане готовить, допустим, самим котлету, это, ну, мясо, да, это всегда проблемно, потому что, то есть, есть кухни, которые полноценные, они могут готовить. Опять же, если это, мы предлагаем там цену, которая будет ниже их себестоимости, им проще купить, да, а если это всё-таки продукт, ну, допустим, это небольшое кафе, у которого нет своей кухни, да, они могут только покупать это, то, соответственно, им проще купить, и там, это доставка, и с чем-то. В любом случае, у нас там цена будет всегда дешевле, нежели там супермаркет и кто-либо, потому что у нас нет этих сумасшедших тройных на ценах, там, маркетинга, мерчендайзеров и логистики, и сумасшедшего хранения. Карантин, как сильно повлиял вообще на твою деятельность? Это, знаешь, карантин, наверное, сказать, это такая была, наверное, все попали в неполноценную жизнь, куда-то попали вообще в другое измерение, то есть, конечно же, ну, негативно, то есть, первый месяц, я вспоминаю, 20-й год, март, это, ну, было такое нелёгкое время, это какая-то была небольшая депрессия, что делать вообще, то есть, как быть вообще, что будет, то есть, мы попали в какой-то, знаешь, такой Советский Союз, то есть, была мечта именно тех людей, которые привыкли ограниченно двигаться, то есть, дома на работу, как бы, все закрыто, дефицит каких-то товаров, как бы, все живем в каком-то небольшом стрессе, то есть, вот, наверное, кто хотел попасть, вернуться в Советский Союз, я думаю, что они в наше современное время попали на определенный промежуток времени, наелись этим, как бы, и ждали уже нормальной жизни, соответственно, все остановилось, как бы, месяц, мы просто сидели или два, ничего не делали, не работали, и тогда появилась идея просто сделать бургер-бокс, то есть, хотя бы для того, чтобы, ну, как-то хотя бы общаться с людьми. Ну, и, может быть, реализовать то, что вы сделали, не было такого? Да, ну, конечно. То, что вы такие остались на куче котлет и нельзя с чем заниматься, все закрыто. Все закрыто, никому ничего не надо было, были какие-то, да, остатки, там, товаров, которые надо было как-то срочно реализовывать, что-то придумать. Ну, придумали бургер-бокс для того, чтобы продавать, ну, это грубо звучит слово «остатки», да, кажется, что это что-то такое, ну, как бы, то, что нужно уже не было. Нет, это действительно там товар, который был сделан там за неделю до карантина, и, тем не менее, те клиенты, которые должны были его взять, его не брали. И вот таким образом мы придумали бургер-бокс, котлета, булка, и народу это понравилось, потому что все сидели дома, что делать на карантине? Готовить бургеры. Ты сам наелся этих бургеров? Готовить бургеры, да. Готовить бургеры, да. Когда, то есть, и пельмени были, и бургеры, я тогда, знаешь, просидев дома около трех недель, ну, решил хотя бы, ну, в замкнутом пространстве, да, каждый сидел дома в замкнутом пространстве, то есть, хотелось хотя бы пообщаться с людьми. То есть, вот доставка бургеров, хотя бы какая-то коммуникация, то есть, все-таки она вот дала какое-то такое движение, хоть как-то позитивное настроение. Какие-то продукты я дарил, какие-то там, кого-то угощал, как бы. То есть, ну, вот какое-то было время такое непонятное, но хотелось что-то делать, хотелось просто общаться с людьми для того, чтобы, ну, вот не крутиться в этом, наверное, кругу ада такого какого-то непонятного, то есть, что будет завтра. То есть, хотя бы ты понимаешь, что ты движешься, ты с кем-то общаешься, и не все так плохо. Бургер-бокс у тебя до сих пор есть, то есть, он пошел, получается, он родился в карантин и обрел свою какую-то жизнь, да? Да, он ожил, как бы, то есть, он есть всегда, это такой, наш такой перманентный, непостоянный продукт, он есть, то есть, если мы особо не заморачиваемся, не занимаемся там супер крупной рекламой, да, но, тем не менее, там иногда какие-то посты пишем, что вот мы есть, потому что, ну, не всегда есть время этим заниматься, но, тем не менее, он всегда есть, то есть, кто хочет дома приготовить бургеры, кто нас знает, есть определенная группа клиентов, которые постоянно с нами работают, они всегда заказывают, и мы всегда его привозим. То есть, такой у себя конструктор для бургеров, то есть, рядом с нами лес, ну, недалеко от нас находится, и тогда, вот в это время карантина, тоже давали рекламу, люди ехали в лес, покупали котлеты, бургеры, жарились и на костре, и, в принципе, удобно, быстро, ну, и круто. Еще вопрос по вагончикам, просто у тебя, насколько мне известно, было пару вагончиков в твоей деятельности, да, в твоей бургерной жизни, когда вы сами готовили бургеры и продавали их, и почему они вот прекратили свое существование? Ну, опять же, это все пошло из американской культуры, да, я смотрел, вдохновлялся, что у них есть уже давно, то у нас будет через, там, 5-10 лет, как бы, я думаю, ну, вот круто было бы там поставить такой вагончик, да, то есть и продавать бургеры, это такое себе, ну, такая атмосфера уютная, то есть ты подходишь, тебе готовят, ты куда-то идешь, ты что-то ешь, то есть это круто, но сделали первую машину, ну, немного не пошло, потому что народ у нас не готов был покупать еду, почему-то из машины, то есть как-то вот это не пошло у нас. Потом через пару лет сделали такой вагончик небольшой возле нашего производства, Эндисбургер, как бы, был он в американском стиле, мы готовили пару видов бургеров там, ну, это был такой, я думаю, что первый вагончик, который вызвал резонанс в городе у нас, то есть это было круто, это было интересно, в небольшое время мы там проработали, ну, и слава богу, закрылись. Проблема все-таки у нас, ну, как слава богу, хотелось дальше продолжать, ну, проблема просто в поиске места, и она поставила, как бы, там все усилия, то есть поставила точку нашими всеми усилиями, то есть мы его закрыли просто. Тебе проще делать все-таки про котлету, да, и боксы, чем вот из-за того, что место, аренда, свет, постоянно быть на месте, общаться с клиентом, кучу разрешительных каких-то бумаг для этого доложения, то есть это совсем еще другая отрасль, в которую... Ну, абсолютно верно, то есть если бы у нас было бы законодательство более лояльное к предпринимателям, да, то есть это было все намного проще, да, то есть, конечно, это было бы интересно, можно было бы развиваться, так как, прежде чем что-то поставить, что-то сделать, нужно, ну, просто оббить пороги разных инстанций, то есть проще этим не заниматься. Понятно. Поэтому много идей, как бы, лежат просто на бумаге, в которые надо вложить много сил и в финансах, чтобы оно начало работать. Окей. Немножко сменим тему, оставим бургеры, но... Про семью. У тебя в семье есть вегетарианцы. Как они относятся к твоему виду деятельности? Да, это... Слушай, ну это такой спорный вопрос. Много криков, непонимания. Но, ты знаешь, вегетарианцы это... Это определенная субкультура. Наверное, если вот взять... В разное время были там какие-то панки, хиппи, да, там... Сейчас можно назвать вегетарианцев определенной субкультурой. Я к ним абсолютно нормально отношусь, как бы, и... Каждый выбирает право, как ему питаться, как бы. Я начал даже для себя принимать какие-то вещи, то есть меньше стал есть тоже мясо, то есть легче себя чувствовать. Ну, совершенно по-другому смотришь на, как бы, на питание, что питание может быть намного разнообразнее, чем мы привыкли, чем нам, как бы, насаждали, да, каких-то там 20 лет. Потому что без мяса нельзя. Да, да, без мяса горяченького и без мяса. Да, да, абсолютно нельзя. Я поднимал этот вопрос... Поднимал вопрос с главным диетологом, я когда общался, который конкулидировал в свое время Ющенко, то есть вот женщина-децентом кафедры науки по питанию, как бы. Вот мы с ней тоже долго разговаривали. Она, конечно, говорит, что мы... Она хорошо относится к вегетарианцам, да, но все-таки есть вот более такой... Ну, я для себя открыл, ну, есть более такое, наверное, общее понятие – флекситарианец, да, то есть который... Ты вроде как и не против мяса, да, и не против вегетарианства, но ты, как бы, не закостенелый, там, вегетарианец и не, там, грубо говоря, хочется такое слово сказать, как-то закоренелый мясоед, да, то есть ты выбираешь... То есть ты можешь поесть и мясо, но ты ешь и много овощей, то есть ты сочетаешь эти продукты. Потому что все-таки много бытует, как бы, мнений, да, то есть касаемо именно вегетарианской диеты, что она не полноценно белком, да, то есть... Ну, сейчас многие скажут, да, можно есть, там, бобы, чечевица, все они называют, но то, что я узнал, то есть говорю, как есть у этого доцента, что растительный белок, он усваивается не так хорошо, как животный белок, да. И, соответственно, некоторые, там, вот эти незаменимые именно кислоты, которые мы должны получать, то есть мы не можем полноценно получать их из растений. То есть это должна быть, конечно, такая выстроенная правильная цепь продуктов, которые ты ешь, чтобы ты, свой организм, как бы, ну, вот... Твой организм получал эти вот продукты, которые мы должны получать, поедая, допустим, мясо или животные белки. И вот вопрос, вопрос к вегетарианцам, значит, моей семьи, да, вот... Мы общались, я задаю вопрос, почему... Что такое вегетарианство, да, то есть вот питаться картошкой из Макдональдса, это вегетарианство, да, получается, ну, не есть белков, ну, вот картошка из Макдональдса, это круто. Но с другой стороны, то есть мы говорим о вегетарианстве как о пользе, да, дело, или о принципе. Как я понял, что у многих юных вегетарианцев сейчас, как бы, мозги немного даже в какую-то критичную сторону промыты. Это убийство животных, да, то есть это вот именно убийство животных, и оно влияет на принятие решения. То есть это такой психологический какой-то закреп, да, что мы убиваем животных, как бы им больно, как бы, да, там и все остальное. Но как бы это все пищевая цепочка. Вот мы рассуждали вот даже с этим доцентом наук, как бы, кафедрой. Она говорит, то же самое, если я буду представлять, что растению больно, да, то есть мы можем наделять, как бы, там болью и всем остальным, как бы любые другие там растения и все остальное. Просто-напросто, значит, есть такое понятие, люди более северных народов, они не могли в свое время выжить без мяса, да, то есть это поставило бы там всю их там нацию, да, допустим, под истребление. Соответственно, они ели мясо, а люди, которые больше жили вот на юге, да, они, как бы, абсолютно нормально относились к траве, им надо было меньше есть рацион мяса. То есть и поэтому она вот, ну, рассказывала, что тут нужно понимать уже свое там историческое древо, да, то есть откуда ваши, как бы, предки и вы можете как мясо, вы можете без мяса спокойно жить, а можете без мяса и не жить, потому что у вас будет потребность постоянная. Если есть эта потребность, то есть не надо себя заставлять, потому что это, ну, просто природно. И вот, действительно, если мы возьмем, тоже рассуждали, да, вот вегетарианцы, вегетарианцы, они были, конечно, и в советское время, да, ну, я беру просто оттуда, потому что все, как бы, все мы оттуда идем, да, но выбор продуктов такой, как сейчас в супермаркетах, раньше его не было. То есть и вегетарианцы, они просто там питались, там была тыква, какие-то там кабачки, там, ну, все те продукты, которые были, это был, ну, ограниченный, как бы, выбор продуктов. Сейчас, конечно, быть вегетариантом проще, чем в то время, потому что выбор продуктов просто сумасшедший, ты можешь про все почитать, подобрать себе правильный продукт и выстроить, там, тот вид питания, который тебе подойдет. Но, опять же, тут, ну, нельзя забывать уже предрасположенности, аллергии, как бы, но я об этом не могу говорить, потому что я не доктор, да, то есть, какие-то слова сейчас бросать на ветер я не хочу, но каждый уже выбирает тот вид питания, который ему близок. То есть, если ты вегетарианец, и тебе круто, будь вегетарианцем, да, если ты не можешь без мяса, значит, ты мясо ед, и это нормально, как бы. То есть, и, ну, говорить о том, что здесь убийство животных, не убийство животных, это пищевая цепочка, которая абсолютно естественна в нашей жизни, как бы. Но в семье это воспринимается нормально. Абсолютно нормально, да. То есть, не ешь, не ешь, 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 как бы. Ну, в основном, это были, в основном, это было психологически. Ну, потому что, знаешь, мы вегетарианцы, а ты делаешь вот этот вот фарш. Да, ну, да, это было, как бы, то есть, чтобы это было... То есть, доходило до того, да, чтобы как-то психологически снять поедание мяса, я говорил, сегодня у нас вечер поедания трупов. Ну, то есть, я говорил на вегетарианском языке, что я сейчас буду есть, ну, пацаны, вот такое вот дело. Ну, всё как-то сразу вроде как сбивало градус накала, потому что иначе, как бы, ну, вегетарианцам тяжело воспринимается... Ну, это вопрос чисто психологический, поэтому... То есть, я как-то одно время пытался отказаться от мяса, спокойно две-три недели я мясо вообще не ел, как бы. Ну, после этого опять, там, стал есть мясо, то есть... Ну, ничего плохого в этом, как бы, я не вижу. Ты, опять же, порода своей деятельности, ты много ездил и ездишь за рулём. Да, да. Сколько ты накатал, как ты думаешь? Ну, да, я накатал, наверное... Да, в общем-то, наверное, если в год, наверное, тысяч пятьдесят в год... Тысяч пятьсот уже не ездил. Ездишь в основном по Украине или в Европу тоже гоняешь? Ну, в основном это поездки по Украине. Когда была Европа открыта, было пару поездок на машине, как бы, в Европу. То есть, ну, в основном это поездки, конечно, по нашей стране. В Украине какие места тебе больше всего нравятся? В Украине... Ну, конечно, в то время, когда был доступ ещё Крыму, то есть, мне очень нравился Крым. То есть, я его весь исходил, объездил. Как бы, это такое было, знаешь, зона комфорта, где классно и горы, и море, и... И близко, самое главное. То есть, ты сел четыре часа, ты уже в Крыму находишься. То есть, раньше нравилось проводить время там. Так сейчас мы не можем туда поехать свободно, да. То есть, можно ехать спокойно на Западную Украину. Там не менее комфортно, даже в некотором плане лучше. То есть, ну, просто далековато, знаешь. И за счёт того, что... Ну, сейчас дороги вроде делают, вроде как бы нормально уже можно ехать. Но раньше это была мука, то есть, проехать 800 километров. Ты думаешь, как я их проеду, а потом четыре дня ещё отходить от этой сумасшедшей дороги просто. А потом ещё обратно. И поэтому, как-то вот в ту сторону тяжело мне доехать. Как кухня Западной Украины? Кухня... К пищевому технологу. Ну, довольно-таки простая, сытная, вкусная и недорогая. То есть, то, что можно съесть в Днепропетровске, в ресторане какой-то салат, допустим, греческий, с непонятно какими маслинами и сыром фета и с вялыми какими-то листами, на эти деньги можно полноценно покушать на Западную. То есть, можно съесть и первое, и второе, и компот. Ещё немножко вернёмся к вегетарианству. Я просто забыл спросить по продуктам. Делаешь ли ты продукты для вегетарианцев? Да, мы сейчас разрабатываем, знаешь, разрабатываем линейку продуктов для вегетарианцев, но всё-таки в своё время там прозвучала растительная котлета, растительное мясо, такие американские стартапы. Мы старались сделать похожие продукты, но они довольно-таки дорогие. И сейчас, всё-таки изучив более-менее рынок, немного пошумело, и это ещё у нас люди не готовы платить за растения деньги в 3-4 раза больше, чем за мясо. То есть, это можно, знаешь, это как американские горки, аттракцион. Вот что это такое, то есть, за что я заплачу там 900 гривен за килограмм, можно раз попробовать, но постоянно в рацион даже самым обеспеченным людям, я думаю, это как бы надо быть заядлым вегетарианцем, чтобы иметь много денег, чтобы постоянно как бы питаться этими продуктами. Соответственно, продукты вегетарианские, они для нашего человека, когда мы привыкли есть какие-то кабачковые там оладьи, какие-то луковые котлеты. То есть, говорит, что вот эта котлета... Тут самое интересное, что раньше мы все говорили, вот в колбасе соя, крахмал, это плохая колбаса. Когда сейчас говорят котлета из сои, крахмала, гороха и стоят 1000 гривен за килограмм, люди не понимают как бы, почему... И я даже не понимаю, почему раньше это было плохо, а сейчас это круто как бы, да. Ну, то есть, вот... Потому что там нет мяса. Потому что там нет мяса, да. Это все тренды, как бы, на которых просто пытаются сейчас заработать хорошие деньги. Все-таки, когда, если этот продукт будет стоить пусть на 20% дороже, чем мясо, тогда, в принципе, это будет интересно. Этот продукт сейчас стоит в 4 раза дороже, чем обычный кусок мяса. Я думаю, что нам, как бы, это пока еще не понять. То есть, пока у тебя в планах это есть, ты знаешь, как это делается, но запускать не пришло время. Да, это те продукты, которые лежат, как бы, знаешь, в ящичке, которые, может быть, когда-то придется открыть и работать. Но когда будет нормальная цена и будет спрос. Просто делать для трех человек, им проще самим что-то себе приготовить. Потому что это все-таки затратно, это хранение, это товар. Ну, то есть, пока это не интересно. Чем ты занимаешься, помимо бургеров? Ну, можно... Знаешь, я ем бургеры и вот эти калории, которые лишние, как я считаю, надо сгонять. Я занимаюсь спортом. Дочка ходит на карате, то есть, как-то в поддержку ей в какой-то момент пришлось пойти на карате тоже. Ну, чтобы она... У детей же всегда бывают, знаешь, моменты, когда, если там ее не поддержишь, допустим, да, или есть моменты, когда хочется от всего отказаться, плюнуть. То есть, я тоже пошел на карате, вроде как, это дает какой-то стимул ей дальше продолжать заниматься. Мотивация. Да, мотивация в одном коллективе. Она занимается, я занимаюсь, есть какие-то общие темы лишние, дополнительные общие темы для разговоров, да, там какие-то удары, показать друг другу, там еще что-то, ну, образно как бы. То есть, на одной волне. И, соответственно, стал тоже заниматься каратей уже, это, ну вот, начинали, да, 2018 год примерно. Третий год. Третий год уже, да, третий год, да, третий год. Это интересно, то есть, есть довольно-таки неплохие результаты. То есть, по, ну, я, ну, этот вот, ты снимал, да, ролик интересный, эту вот интересную тему открывал, что когда пил, бухал, как говорится, ел как бы все, что не попадя, и как бы жизнь до и жизнь после, да. И вот, когда ты не занимался, то есть, ты все время крутился чем-то, ну, занимался всем, кроме спорта, потому что просто не было времени, и это, как бы, очень ленно, да, для организма, что-то встать, что-то сделать, подняться там, переодеться, куда-то побежать, найти для этого время. Самое главное, тогда нужно на диванчике посидеть, в телефон посмотреть. То есть, когда я этим стал заниматься, ну, соответственно, стал себя лучше чувствовать, сбросил лишние килограммы. Я до этого работал на заводе, и какое-то время готовили круассаны французские. Блин, это очень вкусно, и, как бы, невозможно было отказаться. У тебя лежат просто, у тебя холодильник стоит целый с французскими круассанами, которые можешь открыть, и пусть на завтрак, на обед, на ужин, на готовить их круассанов. Я наелся, что за три месяца прибавил 7 килограмм. Да, это было, ну, немало, как бы. И потом, вполне удачно, там, за короткий промежуток времени пять из них я сбросил. Ну, соответственно, поменял уже стиль питания, стал заниматься активным спортом. Ну, мне это нравится, это интересно. Тоже, знаешь, появился какой-то новый коллектив, новые знакомства, новые друзья, новые интересы. Но соревнований никаких у вас нет? Нет, это называется предпенсионные соревнования уже, да, тем, кому за 30. Ну, они вроде как были, их стали делать, но я бы в них даже не участвовал. То есть это чисто для себя, потому что соревнования – это всегда какая-то ответственность. Всегда мы должны лишний раз пропустить удар в голову, но это не хочется. Ну, а какие-то экзамены на Q-аттестации ты тоже проходишь? Ну, пояса, да, конечно. Пояса мы проходим, то есть готовимся к настоящим спортсменам, к настоящим каратистам. То есть все сугубо по классической программе, то есть отжимания, приседания, какие-то удары, все это проходим, все это делаем. Ну, и еженедельные полуторачасовые тренировки три раза в день, плюс дополнительно легкие пробежки. То есть, в принципе, все это дает такой положительный результат. Можно есть бургер после тренировки, каратэ? Да, я когда стал заниматься, и у меня такая фишка появилась. Я купил себе эти весы, и я утром завешиваюсь, и вечером. У меня проход, допустим, в ванную через весы, и ложусь спать через весы. Ну, это интересно, просто много чего там анализирую, какие-то веду, статистику какую-то мне интересную, цифры. И вот можно есть. Если ты постоянно занимаешься, можно есть и бургеры, и два-три бургера в неделю, они, в принципе, на твой вес вообще никак не скажутся. То есть они пройдут незаметно. Только, конечно, ты перестаешь заниматься тренировками и ешь много сахара. Вот этот весь сахар откладывается внизу живота. Особенно у мужчин, когда мы не можем понять, вроде мы активные такие, но вот количество сахара – это самое главное то, что влияет на наше телосложение. Меньше сахара, ешь бутерброды, занимайся спортом – никаких вопросов не будет. Отлично. Не могу задать вопрос про город, опять же, как пищевому технологу. Возможно, это будет выглядеть какой-то рекламой, но вот в какое заведение города или заведение города ты пойдешь поесть с семьей? Ну, в Николаеве мы ходим стандартно в одно заведение. То есть это пиццерия Челентана. Чтобы конкретно выбираться и бронировать в каком-то заведении, но, допустим, все-таки Одесса богаче на такие кафе, рестораны, там много атмосферных заведений, я, скорее всего, выберу Одессу. То есть раз в месяц какая-нибудь запланированная поездка в конкретное заведение, нежели что-то выбирать из Николаевских заведений. То есть Николаевская кухня, может быть, это обидно сказано, не обидно, но она довольно-таки не на высоком уровне. То есть, может быть, какие-то новые заведения появляются, и, может быть, там что-то уже и меняется, но до недавнего времени съесть, допустим, вкусный классный стейк в Николаеве было просто негде, потому что у нас их не умели раньше хорошо готовить. Или, допустим, качество мяса, которое брали, оно было не на высшем уровне. Сейчас за счет того, что появились уже поставщики, опять же, я говорю, вопрос логистики и технологий. Может быть, сейчас уже мясо у нас готовят классно во многих заведениях. Раньше, там, взять года два назад, допустим, ну, получал, ну, как бы десяточку бы не поставил. Может быть, шесть-семь, как бы, вот именно круто, чтобы съесть, получить удовольствие, все-таки я выбираю Одессу. А ты мониторишь вообще Николаев по продуктам питания заведений? Или нет на это времени? Например, там, поесть, попробовать бургеры, все бургеры в Николаеве, которые делают, которые открываются. Есть ли такая фишка? Открылся бургер на этот хлоп заказал? Да, в Николаеве, конечно. Ну, конечно же, надо знать, как бы, в лицо, что у нас происходит. Конечно, бургеры я в Николаеве в Одессе везде пробовал. Здесь ел, я, как бы, примерно знаю, где какие бургеры, где… Ну, бургеры – это, конечно, как бы, тема. Все бургеры я пробовал, все заказывал, то есть, это да. Как бы, я, в принципе, в каждом городе, где я бываю, бургеры пробую везде, как бы, по Украине. Ну, немного, как бы, в теме. Ну, а так, чтобы именно посидеть, если просто поесть, как бы, не запариваться – это Челентано, да. Если, то есть, уже, именно, вот, сугубо выехать куда-то – это Одесса. Понятно. Вопрос принят. Ответ принят. Ответ принят. Обидит никого. Нет, это же не было в плане, там, какой-то рекламы или еще что-то. В принципе, заведений много, ты же не можешь ходить в каждое, да, там говорить. Нет, ну, принятно. Вкусный салат у меня Челентано, скорее всего, потому что просто большой выбор меню. Выбор меню быстро удобно. И, скорее всего, когда ты ешь по продуктам, возможно, да, как технолог, который определяет, ты, наверное, не находишь там чего-то плохого. Ну, да. Ну, и это, да. Еще, не знаю, это, в принципе, тобой нигде не было озвучено, но я это от тебя слышал. По поводу конкурсов на поедание бургеров и какого-то вот фестивальчика, связанного с этой темой. Вот просто такая мысль от тебя была когда-то озвучена? Мне интересно вообще, рассматриваешь ли ты эту тему в будущем? Да, это, знаешь, такая вот, у каждого, наверное, есть список желаний, идей, которые, как бы, не исполнены. Да, вот, наверное, моя такая идея, как бы, наверное, которой я горю последнее время, ну, вот карантин все сбил. Это сделать действительно конкурс на поедание бургеров, потому что у меня все уже для этого готово. Там есть классная территория за городом, да, на которой можно все организовать. Я уже заказал огромный гриль, то есть его сварщики сварили, там, 4-метровый гриль, на который можно кинуть для большого количества людей, приготовить. То есть все есть, но нет возможности на данный момент просто это организовать. То есть хочется сделать такой вот между собой, да, то есть взять каких-то знакомых, знакомых и знакомых, кто хочет конкретно поучаствовать в таком, как бы, мероприятии и сделать поедание бургеров на скорость. Либо же количество бургеров, либо же вот поедание больших бургеров на скорость. То есть такая идея есть и при любой ближайшей возможности я это организую. Но в плане какой-то такой вечеринки, правильно? Да, да. Потому что это не просто там пришел, поел, там за секреи отправили куда-то там. Да, это в плане вечеринки, да, что это там бочки с костром какие-то, знаешь, какая-то музыка. Веританская музыка. Да, да, то есть такой вот небольшой сейшин. Да, Техас такой, да. Каждый приходит, просто пьет пиво, ходит и ест бургеры, готовит себе сам бургеры такие, как он хочет. То есть есть вот такая идея организации за городом, ну, вполне возможно. То есть может быть в следующем году как-то это и организую. Смотри, ты все время занят. Ты ездишь, делаешь бургеры, потом находишь время, чтобы попробовать все бургеры, которые делают. Занимаешься каратэ. Как ты вообще отдыхаешь от этого всего после работы? Ну вот, как отключаешься? Знаешь, есть такая фраза, как вы расслабляетесь. Я не напрягаюсь, знаешь, у меня в принципе все, ну, все в удовольствие. То есть понятно, что как бы много дел, это хорошо, это как бы затягивает, не скучно. Ну вот, допустим, такой эмоциональный накал, стресс помогает сбросить тренировки или длительные там прогулки по лесу. Ты прогулялся там полтора-два часа, прошел 7-8 километров воздухом, подышал, пришел домой и тебе хочется только спать. Все, в принципе, крепкий сон, это, наверное, такой залог хорошего расслабления. Понятно. Как вот нашему зрителю совет и нашим слушателям определить по вкусу качественный бургер и некачественный? Я для себя, ну, понятно, я для себя определил некоторые виды бургеров, да, вот такой назовем там щитбургер, допустим, ну, это вот можно назвать такой, я их называю там, когда в бургер ты открываешь, там есть корейская морковка, какие-то там вообще ингредиенты, которые не подходят для бургеров, да, допустим. Ну, вот, то есть классический бургер, он же состоит из каких-то классических ингредиентов плюс какой-то там а-ля от шефа, да, что-нибудь. Классический это что, булка, котлета, сыр? Булка, котлета, сыр минимум, да, то есть правильные соусы, томаты в любом виде, либо же кетчуп, либо же помидоры, огурцы, то есть, ну, и лук. То есть, вот это, в принципе, классический бургер, да. А когда ты идешь по рынку, допустим, мы продаем, ну, вот есть такие ларьки у нас, даже в какой-то момент кто-то хотел производить замороженные бургеры, да, маленькие, туда кидали просто какую-то непонятную котлету, кидали какую-то, опять же, морковку корейскую, какая-то капуста шла и непонятная какая-то жижа там, заправка, называли это бургером. То есть, ну, я считаю, это не бургер, это просто, ну, как бы, ну, как бы, а пошлять, да, там, это пошлый, как бы, продукт, то есть, правильный бургер должен быть приготовлен в правильном месте, все, что замотано в целлофан, разогрета в микроволновке, как бы, да, то есть, и стоит более 20 минут, я считаю, что это уже, как бы, неправильный бургер. То есть вот все, что приготовлено… Ну, давай еще раз подытожим. Как говорится, жизнь бургера – это не более пяти минут. Пятиминутный бургер – это самый настоящий классический бургер. Почему сейчас многие службы доставок столкнулись с проблемой? Многие жалуются, что бургер не тот, картошка не та, бургер не тот. То есть приезжает раскисшая булка, остывший продукт, мокрый часто. Ты ешь, то есть ты не получаешь удовольствие, если бы ты съел бургер, приготовленный на гриле при тебе, подождавший его 5-10 минут. Вот это нормальный бургер. Все остальное – это уже как бы не тот бургер, а бургер, который приготовлен где-то в непонятно в какой будочке, с разогретой в микроволновке котлетой, повторюсь же опять же, с корейской морковкой, запакованной в полиэтилен. Это, мне кажется, унижение такого американского продукта. И ты когда-то мне говорил, что после бургера не должно быть тяжести в желудке. Да. Если есть тяжесть в желудке после бургера, значит что-то с ними не так. Да. То есть ты должен съесть, и тебе должно быть хорошо. Ты должен получить удовольствие. То есть легко, ты можешь потом пойти на пробежку. Да. Абсолютно. То есть правильно подобраны ингредиенты, и ты от бургера должен получать истинное удовольствие. Я бывал, готовил бургеры, даже в инстаграме где-то выкладывал, с большой сумасшедшей котлетой, там 220 грамм, там 2 сантиметра, она жарится, но ты ее съедаешь, двойную какая-то, и у тебя легкость. То есть нет тяжести никакой, потому что правильно подобранные продукты. Часто, допустим, какой-то майонез, да, вот, или какой-то соус, который не гармонирует, он может очень долго перевариваться, и ты будешь от этого чувствовать как бы тяжесть. То же самое, как в колбасе мы говорили, есть виды колбас, которые ты можешь съесть, и она у тебя будет полдня перевариваться, и ты не можешь, будешь понимать, зачем ты ее вообще как бы съел. Продукты должны нормально перевариваться, и после них ты должен себя чувствовать как бы комфортно. Так, теперь давай проведем конкурс. Какие условия и какой подарок? Ну, давай сделаем… Конкурс, секунду, конкурс будет одновременно и для зрителей YouTube, и для слушателей подкаста, то есть комментарии будут собираться и там, и там. От меня конкурс. Предлагаю придумать название самого большого бургера и самого маленького бургера. Ну, допустим, какое-то дать ему имя, имя, фамилию, какое-то вообще несуществующее название. То есть вот, если бы вы пришли просто в заведение, название какого бургера у вас вызвало бы восторг, да? То есть вот, круто, я хочу его попробовать, это вообще там сумасшедший, там, не знаю, лысый Джон Траволта или просто какой-нибудь там большой кусок, я не знаю. Ну, вот такого плана. И самый маленький бургер, то есть это тоже будет, я думаю, смешно. Но надо это сделать в одном комментарии, правильно? Человек пишет сразу название для большого и для маленького бургера. Это конкурсный комментарий. Ну, конкурс, вроде я правильно объяснил, понятно. Да. То есть мы должны придумать название для бургера, для супер-большого бургера или для супер-маленького бургера. Что мы дарим? Подарим мы, ну, такой бургер-бокс, 6 техасских бургеров. 6 техасских бургеров. Да, там все, все есть для того, чтобы дома приготовить бургеры, назовем так, бургеры вашей мечты. Там в состав входят котлеты, булки, соус, сыр. А, 6 котлет, 6. 12 булок на 12, половинах, да? Да, половинах, да. То есть соус барбекю, сыр и хрустящий, хрустящий лук, жареный лук. А, сразу? То есть, да. То есть, когда ты ешь, он создаёт хрусткость при этом, ну и вкусно. А есть инструкция, как готовить? Да, внутри есть, конечно. Есть инструкция, есть инструкция, как готовить внутри, в каждой коробке. И также есть у нас наша инстаграм-страничка. Она написана на этой упаковке, то есть можете зайти, посмотреть, как готовить. Ну и плюс там есть варианты, да? Да, различные варианты бургеров, которые можно составить, да, из этой коробки. Прикольно. Отлично. Конкурс от Андрея вы слышали, а конкурс от меня надо посчитать, сколько раз за этот выпуск Андрей сказал слово «бургер». Бургер, бургер. Да, и количество это… Ну, кто первый правильно ответит, тот получит от меня вот такой вот крутой блинчик шупуэра от одесского бренда «Чайной пьяницы». Блинчик шупуэра называется «Зима». Сейчас мы его как раз пьем, и кто первый посчитает и ответит правильно, тот получит этот чаек. Вот. На этом все, друзья. Слушайте нас на всех подкаст-площадках, таких как Google, Apple, SoundCloud, MixCloud, CastBox и что-то еще. И, конечно же, YouTube. Спасибо за внимание. Спасибо тебе, Андрей, за то, что пришел в гости. Спасибо, что пригласил. Пейте чай. Всем пока. Друзья, мы не забыли про конкурс с Патриком и, соответственно, почитали ваши комментарии, которых оказалось не так уж и много. Патрик написал следующее, что за вопрос про пиратство однозначно ответ «Да», из-за него он дарит шоколадочку, а за вопрос про ритуал «Ай-Уаску» он готов отдать подстаканник. Такие дела. Спасибо.